Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд прочертила по Европе линию фронта. Сегодня она заявила, что НАТО должно как можно скорее развернуть командные пункты и создать силы быстрого реагирования в европейских странах, граничащих с Украиной. Два момента. Цитата. Командные пункты должны быть во всех шести прифронтовых государствах. О каких именно странах идет речь, Нуланд не уточнила. Украина граничит с Россией, Белоруссией, Молдавией и со странами-участницами НАТО. Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей. И еще одна цитата. Все страны-союзники НАТО должны быть готовы внести свой вклад в расходы на оборону. Некоторые правительства, однако, уже пытаются соскочить с крючка. Заключила Нуланд, также не пояснив, к каким странам это заявление относится. Нам, странам НАТО, следует выполнять взаимные обязательства. Все страны-альянсы должны внести вклад в создание новых сил быстрого реагирования вдоль восточных границ альянса. Сил, которые могут быстро отвечать на вызовы в проблемных точках. Мы должны как можно скорее создать командные центры и центры контроля во всех шести странах, находящихся на линии фронта. Что это за страны, которым Госдеп отводит роль передовой, ясно по активному наращиванию группировки НАТО не только вокруг Украины. Польша, Болгария, Румыния и вся Прибалтика охотно принимают силы и средства военной поддержки. В рамках операции «Атлантическая решимость» перебрасывается тяжелая бронетехника, почти вся американская. Чтобы сэкономить на доставке, основная часть направляется с баз в Западной Европе, остальное напрямую из США. В основном это танки «Абрамс», «БТР» и «Страйкер» и «БМП Брэдли». Воздушная группировка сил усиливается американскими истребителями F-16 из Канады, Португалии и Нидерландов. Германия посылает истребители «Тайфун». Пункты назначения авиабазы в Литве, Польше и Эстонии. Вдвое чаще по сравнению с 2013 годом российские системы слежения регистрируют полеты боевой авиации НАТО у наших границ. Все западные входы в Балтийское и Средиземное моря контролируются военно-морскими группами НАТО. Параллельно увеличивается численность сухопутного контингента. В основном это американские инструкторы 2-го бронетанкового полка, который базируется в немецком Фильзике. Но вот теперь из США с базы Форт Карсон к ним направляют специально подготовленных офицеров 4-й пехотной дивизии для выполнения неких стратегических задач. Видимо, речь как раз и идет о новых командных центрах НАТО в Восточной Европе, о которых и говорила Нуланд. Президент США на следующей неделе намерен убедить Конгресс увеличить на 35 миллиардов долларов военный бюджет. К 2016 году он должен составить 534 миллиарда. Из них только 51 миллиард выделено на борьбу с боевиками, исламистами и талибами. Куда пойдут остальные деньги, становится понятно, если посмотреть на стремительно растущую активность войск НАТО рядом с российскими границами. В Польше и Прибалтике масштабное наращивание американского военного присутствия. В Прибалтику уже переброшены даже диверсионные подразделения спецслужб США. Репортаж Дмитрия Петрова. Атлантическая решимость. Так называется миссия, которая привела в движение НАТОвские войска, корабли и самолеты в Европе. В Польше и странах Балтии как раз сейчас завершается ротация. Ротация заступает на дежурство батальон 2-го бронетанкового полка с базы в немецком Фильзике. Вроде бы мелочи, но скоро к ним присоединятся еще 100 военспецов из состава 4-й пехотной дивизии. Они-то и возьмут на себя общее командование американскими сухопутными подразделениями в Центральной и Восточной Европе. А это уже стратегическая задача. Началась переброска военной техники. Американские танки, бронетранспортеры, всего около 50 единиц. Официально для тренировок, но на самом деле... Это самый начальный этап. Поэтому для внешнего наблюдателя он пока не выглядит слишком масштабным. Но важно понимать те промежуточные фазы, которые в конечном итоге приведут к тому, что на территории бывших республик Советской Прибалтики и в Польше будут созданы ударные группировки войск. И все это как будто в соответствии с действующими договоренностями. С точки зрения буквы соглашения России и НАТО о неразвердывании на постоянной основе сил в восточных регионах, они якобы соблюдают, потому что происходит ротация. Но с точки зрения России получается постоянное присутствие военно-морских, авиационных и сухопутных группировок вблизи границ России. И спрашивается, кто продвигается-то. Не мы же в Европу. НАТОвцы наращивают и военно-воздушные силы в Литве, Эстонии и Польше. Также формально на условиях ротации дежурят 16 истребителей-союзников. Занимаются мониторингом и сопровождением наших военных самолетов вдоль воздушных границ стран Альянса. Это по документам. Если говорить об Эстонии, то подлетное время буквально несколько минут составляет для пересечения границы с Россией, а до Санкт-Петербурга, ну, порядка 10-15 минут. В данном случае польские и итальянские самолеты способны нести атомные бомбы свободного падения, которые расположены на территории Европы, 200 американских атомных бомб. То это создает угрозу для России прямую. От Шауля из Окня до Смоленска или до Москвы 15-20 минут лета. Каждые три месяца поляки совместно с американцами проводят учения по переброске личного состава на самолетах военно-транспортной авиации. В небе над Центральной и Восточной Европой постоянно дежурят аваксы. В Балтийском и Средиземном морях действуют три тактические группы боевых кораблей. Одни учения за другими проводят сухопутные подразделения. Самые масштабные маневры состоялись в октябре в Польше с применением реактивных систем залпового огня, большого количества бронетехники, авиации и почти двух десятков кораблей. В сентябрьских учениях принимали участие украинские военные. Очевидно, из них формируют своего рода передовые отряды, под прикрытием которых будут действовать другие, более серьезные подразделения, натовский и американский спецназ. Иностранные военные формирования, которые ведут боевые действия под флагом украинских националистических батальонов. На базе офиса американского военного атташея в Киеве организован пункт обмена информацией между украинским генеральным штабом и Пентагоном. Таким образом, в известной степени США и НАТО являются одной из сторон внутриукраинского вооруженного конфликта. Подразделение быстрого реагирования, корпус, он многонациональный, в него ходят несколько подразделений различных стран НАТО, и он может быть развернут на пунктах передового базирования вблизи границ России буквально за 48 часов. По словам Игоря Коротченко, во время последнего саммита НАТО, президенту Порошенко руководство Альянса пообещало помочь вооружением, тем, что осталось на складах стран бывшего Варшавского блока. Климкиным подтвердил готовность и дальше поддерживать Киев. Ну а опустевшие вдруг арсеналы Литва, Латвия, Эстония и Польша сейчас активно заполняют новыми образцами современного оружия для будущей войны. Фактически объявлено предвоенное состояние, говорится о фронте, сдерживании России. Это все не просто риторика, это конкретная политика, на базе которых будут строиться конкретные военные и военно-технические решения Вашингтона и Брюсселя. Но...